В семье запустили жилищную программу для молодежи «Абай Жастары». Жители в возрасте до 35 лет смогут получить квартиру по выгодным условиям. К слову, быть в списке очередников не обязательно. Программа рассчитана для журналистов, молодых врачей, педагогов, работников культуры и спорта. Из городского бюджета на эти цели выделили 573 миллиона тенге. Заявки на сегодняшний день подали уже свыше 300 человек. В целях 100% прозрачности на сайтах Акима города, области города и также на нашем сайте будут опубликованы списки с готовыми баллами. Сколько кому за что баллов. В связи с тем, что, конечно, новая область, область «Абай», было принято такое решение. В дальнейшем программа будет продолжена. Я думаю, в этом году наше руководство области также поддержит эту программу. В Москве открыли движение по старо-рублевскому путепроводу. В запуске лично участвовал мэр Сергей Собянин. Эта развязка улучшит транспортную доступность. Она связывает Рублевское шоссе и Кутузовский проспект. А еще это возможность уйти с Кутузовского проспекта на его северный дублер. В конце декабря в Москве после реконструкции открыли пригородный вокзал Переделкино. Это киевское направление Московской железной дороги. Золотые нити – уколы для красоты и операции. Беларусь увеличила экспорт медицинских услуг. Только за 10 месяцев прошлого года доход от клиника больниц Минска составил около 50 миллионов белорусских рублей. Большая часть из них от государственных организаций. Однако из популярных направлений уностранцев – пластическая хирургия. Хирурги стараются проводить минимально инвазивные операции. Так пациент быстрее восстанавливается и результат лучше. Развиваются и цифровые технологии. Индивидуальные импланты моделируют на 3D-принтере. Большой спрос на инъекции. В месяц проводят около 100 инъекций. Популярные потяжка лица с помощью ультразвука. На возрастные операции сегодня идут пациенты после 35 лет. Приезжают со всей страны и из-за границы. Для удобства иностранным пациентам предлагают сразу пакет услуг. В него входят консультации, перелет, проживание, питание, дополнительное обследование, операции и послеоперационное наблюдение. Пластическая хирургия входит в топ-5 направлений в структуре экспорта медуслуг в Беларуси. На рынке Восточной Европы Беларусь привлекает своими ценами. Конечно, цены отличаются от, как от Прибалтики и Польши, могут отличаться до 50-100%, так и от Западной Европы. Они могут отличаться в 3-4 раза по некоторым отдельным операциям. В Туркменистане запустили морской маршрут Туркмен-Баши-Баку. Это позволит значительно быстрее и дешевле перевозить грузы в Азербайджан. По новому морскому пути будут ходить фидерные суда, которые перевозят груз в контейнерах. Хорошо не тем, что небольшие маневренные, их можно быстро разгрузить и загрузить. Поэтому такой транспорт не простаивает подолгу в ожидании свободных причалов. Раньше груз заказчики ждали месяцы больше. Теперь всего около недели. Международный морской порт Туркмен-Баши – крупнейший на Каспии. Объект уже получил сертификат Книги рекордов Гиннесса как крупнейший порт ниже уровня моря. Его площадь – почти 1500 квадратных километров. Общая протяженность причала – 3600 метров. За год он может обслужить 75 тысяч судов, а пропускная способность грузового терминала – 4 миллиона тонн в год. Грузовой терминал способен одновременно принять 4 судна. Оборудован автоматизированной системой наблюдения. Для удобства владельцев груза в терминале его бесплатно хранят два месяца. Порт имеет и важное геополитическое значение. Он является морскими воротами, связывающими Центральную Азию с Европой. Являясь эффективным инструментом, налаженная фидерная линия делает доставку грузов выгодной как грузоотправителю, так и перевозчику. Терминал сыпучих грузов построен для обработки и хранения сыпучих грузов, таких как железная руда, цемент, уголь, сахар, соль и другие сыпучие грузы. Повестка в суд за недостаточную заботу о планете группа европейских НПО подала иск против компании «Донанек» требованием сократить использование пластика. По мнению организации, французский молочный гигант входит в десятку крупнейших мировых брендов, загрязняющих окружающую среду, в то время как законы Пятой Республики обязывают бизнес прилагать усилия для снижения экологического ущерба. В «Дононе» сообщили, что удивлены запуском судебной процедуры, поскольку компания не в состоянии справиться с таким глобальным вызовом в одиночку, но готова поддержать юридический обязывающий договор для всех игроков рынка. Производитель йогуртов и бутилированной воды заявил, что уже реализует план по переработке пластика и вкладывается в развитие альтернативных материалов. «Донон умалчивает, какие риски для природы и здоровья связаны с пластиком, а ведь это серьезная проблема для человечества. При этом загрязнение носит необратимый характер, поскольку пластиковые отходы не разлагаются сами по себе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова